Привет! Вы должны четко знать, что в компании «АвтоСтронг» есть отличные моторы, коробки, много запчастей, а также у нас есть «ноускаты», отличный сервис и быстрая доставка. Вы, конечно, знаете, что на канале «АвтоСтронг» все самое интересное. Итак, встречаем 1.8 GDI. Рядные четверки Mitsubishi 4G9 – это первые серийные двигатели, среди которых были образцы с непосредственным впрыском. Компания Mitsubishi начала их выпускать в 1996 году. В это семейство вошли двигатели объемом от 1.6 до 2 литров. Двигатель 4G93 – это двигатель объемом 1.8. У этого двигателя множество версий, в том числе и карбюраторный с распределенным впрыском и непосредственным. Также есть турбированная версия. Мы разбираем как раз двигатель с непосредственным впрыском топлива объемом 1.8, снятого с Mitsubishi Space Star 2001 года. Двигатели с непосредственным впрыском топлива имеют очень высокую степень сжатия. Это повышает их кпд. В данном случае степень сжатия 12 к 1. Снизить риск детонации помогает непосредственный впрыск топлива в цилиндры, что помогает снизить температуру воздуха перед воспламенением. Также непосредственный впрыск помогает работать двигателю на очень бедных смесях. Но для этого надо, чтобы возле свечи была топливо-воздушная смесь правильной пропорции. Для этого в поршнях есть выемковый теснитель, который направляет топливно-воздушную смесь к свечам. Двигатель 4G93 может работать на очень бедных смесях, вплоть до 41 к 1. Также он может осуществлять несколько впрысков на одном такте сжатия. То есть первый впрыск для охлаждения воздуха в цилиндрах, а второй впрыск – основной. У данного двигателя особый впускной коллектор с резонатором, а также с вертикальными впускными каналами для формирования обратного вихря, благодаря которому цилиндры лучше наполняются. Форсунки оснащены вихревыми распылителями, которые создают факелы различной формы и объема в зависимости от нагрузки на двигатель. На данном двигателе есть топливный насос высокого давления, то есть бензиновый ТНВД, который стоит на распредвале, выдает давление 50-55 бар. На ТНВД установлен датчик давления топлива. Также этот двигатель имеет многоступенчатую топливную фильтрацию. Помимо сеточки на топливозаборнике и стандартного топливного фильтра есть также микросеточки на ТНВД, то есть в магистралях подачи и обратки. В остальном этот двигатель весьма обычный. Чугунный блок, ликосплавная ГБЦ с двумя распредвалами, 16 клапанов с гидрокомпенсаторами, коленвал здесь скованный и ременной привод ТРМ. 1.8 4G93 устанавливали на Mitsubishi Space Star, Mitsubishi Charisma, Mitsubishi Pajero Pinin, а также на Volvo S40 первого поколения. Несмотря на первый опыт с непосредственным впрыском, двигатель Mitsubishi получился весьма надежным. Топливная система с ТНВД требует особого подхода, но в принципе она очень хорошо диагностируется по ошибкам. Если двигатель не заводится, то причиной этому могут быть засоренные топливные фильтры, неисправный электронасос в баке, а также изношенные обратные клапаны в топливной магистрали. Если двигатель вообще не подает признаков жизни, то виной этому стартер. Также иногда бывают случаи выхода из строя ЭБУ двигателя из-за выгорания микросхем или окисления. Тогда двигатель может вовсе не заводиться. Но чаще в ВБУ выгорает ключ управления холостым ходом. Из-за этого холостые обороты могут плавать либо же быть высокими. Форсунки управляются устройством, которое называется драйвер. Драйвер подает на форсунки напряжение 100 вольт. Драйвер может вызвать сбои в работе форсунок из-за потери контактов в его фишках. Также иногда от платы драйвера отваливается, открепляется конденсатор. Эти проблемы легко решаются. Если драйвер неисправен, то форсунки будут заливать свечи, двигатель будет троить и глохнуть. Ну что, встречаемся сегодня с нами Паша-радость наша. Здравствуйте. И мы начинаем нашу разборочку. Обновленным двигателем 4G93 досталась электронная дроссельная заводка. Заслонка 1998 года. С ней случается немало проблем. На проблемы с заслонкой указывает мигающий чек на приборной панели. Если проблемы с заслонкой, значит обороты плавают либо же обороты высокие. Заслонка чисто механически должна открываться плавно. Если она открывается не плавно, значит ее надо чистить. Положение заслонки отслеживает датчик с кольцевыми магнитами. Эти магниты известны тем, что они отваливаются. В данном случае у нас отлетела крышка датчика и магниты отвалились. Их можно приклеить с помощью эпоксидного клея, но клеить нужно осторожно, соблюдая полярность магнитов. Для установки датчика положения заслонки его надо правильно отрегулировать. Для этого надо вооружиться тестером. Номинальное напряжение должно быть от 0,535 до 0,735 вольта. Датчик регулируется вращением его корпуса. После установки заслонку лучше обучить, хотя в принципе она сама обучится в процессе езды. Катушки зажигания на данном двигателе очень даже надежны. Выходят из строя из-за старых и некачественных свечей. Иногда при больших пробегах изнашиваются вот эти резинки, но их можно защищать и с вами для защиты резины. Двигателю 4G93 положены иридиевые свечи NGK. При исправном двигателе они исправно ходят 80 тысяч километров. Стоят они аж по 12 долларов, а неправильные свечи убивают вот эти катушки. Если при замене свечей выяснится, что старые свечи почернели, то значит надо чистить впускной коллектор от сажи и налета. Хотя в принципе на двигатель это особого влияния не оказывает. Вот наш впускной коллектор и вот она сажа как на дизельных двигателях. За это мы скажем спасибо системе EGR, которая этому двигателю так необходима. С ее помощью поддерживается достаточно низкая температура в камерах сгорания. Пока Паша сачкует, лысый разбирается. Вы просили в комментариях, получайте. У двигателя 4G93 вот такой лихой легкосплавный впускной коллектор. Вот это резонатор. Как я уже говорил, 8 каналов ходят в ГБЦ вертикально. Ну а в каналах у нас сажа масляный налет. Это спутник всех двигателей с непосредственно впрыском. А вот из-за этой прокладочки масло может попадать в свечные колодцы. Двигателю Mitsubishi досталась система EGR, которая работает тогда, когда двигатель работает на сверхбедной смеси. Глушить ее нельзя, потому что из-за этого нарушится состав смеси, который рассчитан ЭБУ. С заглушенной системой EGR сильно повысится тепловая нагрузка на поршни и клапана. Здесь находятся форсунки, их топливная рампа, канал обратки и канал подачи. Двигатели GDI пережили три поколения топливных насосов высокого давления. Это, кстати, второе поколение. Первое поколение было самым неудачным. Первое поколение выпускалось до 1998 года. Насосы второго и третьего поколения намного более удачные и ходят до 250 тысяч километров. Большинство проблем двигателя GDI сводится к ТНВД, потому что ТНВД очень чувствителен к качеству топлива. Из-за примесей, из-за грязного бензина ТНВД изнашивается и не дает должного давления топлива. В этом случае мощность снижается, а ошибок по низкому давлению топлива этот двигатель обычно не фиксирует. Не лишним будет установить дополнительный фильтр тонкой очистки перед ТНВД. Ревизию фильтров надо делать каждые 30 тысяч километров. В ТНВД подвергается износу плунжер и три пластины, пластинчатые клапаны. Из-за присутствия воды в топливе на пластинах образуются царапины и они ржавеют. Симптомами износа ТНВД является плавание оборотов с интервалом в 5-10 секунд, а также вялый набор оборотов до отсечки. Рабочий насос должен выдавать давление в 48 бар. Это легко проверить диагностическим сканером либо же по среднему контакту датчика давления. Кстати, он у нас сломан. А вот эта штука – это регулятор давления. Изношенный ТНВД нуждается в замене либо переборке. В нем нет ничего сложного. От царапин на пластинах можно избавиться путем шлифовки наждачной бумагой на тонком стекле при сохранении плоскости. Для продления жизни ТНВД надо вовремя менять сетку топливозаборника, а также основной фильтр. Также при любом вмешательстве в топливную систему нужно менять сетку конусного фильтра в самом ТНВД. ТНВД стоит на впускном распредвале. Здесь предусмотрен вот такой удлинитель распредвала и вот этот кулачок дубасится по плунжеру. Ремень ГРМ надо менять каждые 100000 километров. Из-за растянутого ремня ГРМ на скорости 80 километров в час будет слышен рокот. Это происходит из-за немного сместившихся фаз газораспределения. При замене ремня советуют поменять сальники распредвалов. Два распредвала, 16 клапанов и такая вонь. Не частая, но известная проблема двигателя 4G93 – это трещины в ГБЦ. Оказывается, ГБЦ была не готова к высокой степени сжатия. Также в ГБЦ заслуживает внимание клапана, которые покрываются сажевым налетом. Как мы и говорили, это врожденная проблема двигателя с непосредственным впрыском. Гидрокомпенсаторы требуют замены либо промывки при пробеге в 200000 километров. Выходят из строя из-за некачественного масла либо из-за длительного интервала его замены. Тогда они начинают издавать характерный стук. Ну а про состояние распредвалов нам расскажет наш специалист Павел. Распредвалы у нас в хорошем состоянии, кулачки тоже, так что еще походить. ГБЦ у нас не треснуто, но маслом подгоревшим она загажена основательно. Вообще этому двигателю свойственен масложор. Масложор из-за маслосъемных колпачков, которые пропускают масло по клапанам и это масло попадает в цилиндры. С жором масла надо бороться, потому что постоянно придется доливать масло. А масляный нагар в камере сгорания двигателя с высокой степенью сжатия приводит к очень печальным последствиям. Могут прогореть поршни из-за перегрева. Также двигатель может разлюбить 92-й и даже 95-й бензин из-за частых проявлений детонации. По цилиндрам у нас все стандартно. Хон присутствует, задиров нет, но обильный нагар на поршнях. Обратим ваше внимание на форму поршней двигателя с непосредственным впрыском. Это те самые выемки-вытеснители. Следы масложора на лицо. Везде закоксованное масло и маслосъемные кольца неподвижны. Компрессионные кольца подвижны. Вкладыш у нас в печальном состоянии. Кроме того, видны следы вкраплений в масле, которые оставили вот эти борозды. В масляной системе было очень много частичек подгоревшего масла. Они попали в пары трения и мы получаем вот такую картину. И аналогичные царапинки мы видим на шейках коленвала. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали первый японский мотор с бензиновым непосредственным впрыском. Моторчик в принципе надежный, но нюансы есть. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях, то обязательно подпишитесь на наш канал. Обязательно поставьте лайк этому видео. Заходите в наши соцсети, заходите на наш сайт, звоните нам. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». 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 «Да!» «АвтоСтронг». «АвтоСтронг — нея» Субтитры создавал DimaTorzok